В общем, такие моменты, где пытались их опорочить, но благодаря каким-то свидетельствам, вот видите, например, благодаря этой видеохронике, ложка Дырова просто в два счета была опровергнута. И, конечно, свидетельств этих людей было бы достаточно, но помимо свидетельства людей есть еще и видеохроника, которая доказывает лживость этих слов. Так, и еще, пока у нас время есть, у нас еще одна тема про Кадырова. Несколько лет назад, когда Кадыров еще не был таким распухшим, он еще более-менее такой, ну, у него никогда, точнее, проблема с избыточным весом, она у него была всегда. Просто раньше он как-то с ней боролся и был не настолько опухший, а сейчас он просто нереально опух. Так вот, в те годы, когда он еще был не таким опухшим, он провел встречу с какими-то, ну, с молодыми, с молодежью в Чечне и рассказывал им про Шамиля Басаева, про то, как Шамиль Басаев был нетерпим к боли, мол, не мог терпеть боль, как он кричал, когда его, значит, когда он потерял ногу при выходе из Грозного, что он, мол, так сильно кричал и приводил еще какой-то пример. Давайте послушаем. Шамиль Басаев В общем, вы слышали, какой-то пример из своего воспоминания, он приводит, что где-то там что-то Шамиль кричал, и, ну, понятно, что мы не можем проверить гадыровские воспоминания, и понятно, что доверия этому человеку нет. Но информация про выход из Грозного и потерю ноги и то, как себя вел Шамиль Басаев, на это имеется хроника военная. И, как мы знаем, его же оперировали после этого, то есть они вышли в Алханкалу. В Алханкалееву оперировал как раз Хасан Баиев, тот самый врач, который сейчас находится, кстати, в России, если сейчас, конечно, не уехал в Америку. Ну, он в целом, как бы, имеет свою клинику, в России работает там. То есть живой свидетель тех событий. И есть видеохроника, то есть в момент, когда Баиев оперирует Шамиля Басаева, это все снимают на видео. И видно, как Шамиль себя ведет. Кричит он от боли или смиренно лежит и терпит эту боль. Давайте посмотрим. Так, обработаю. Дайте йод в мою успеху. Шамиль в этом целом. Шамиль в этом целом. Как вы видите, спокойно, смиренно лежит Шамиль. Ни слова, ни пика не произносит. Поразительная, знаете, поразительная тупость этих людей. Но зная, что, в принципе, есть эта хроника, наверняка ведь он тоже видел эти кадры. Зная все это, вот так вот откровенно врать людям, молодежи, понимая, что опровергнуть тебя будет вообще как два пальца об асфальт. Ну, это, видимо, вот такой уровень, какой-то уровень полного безразличия к собственным словам, к своей репутации, к тому, как ты будешь выглядеть, как балабол. В общем, одна сторона, как бы, одна сторона это Кадыров и его отношение к собственной репутации, к собственным словам. С другой стороны, это очень такой мощный показатель того, как Аллах защищает репутацию вот этих наших воинов. Вала Аллаху, я смотрю, вот, допустим, Гилаев, Хамзат. Да помилуйте всех Всевышний Аллах. Посмотрите, как о нем отзывается российский военкор Сладков. Вот он рассказывает, да, как погиб Хамзат Гилаев и говорит с уважением. С уважением очень, как бы, лестно. Ни слова, порочащее Хамзата Гилаеву, он не сказал в этом видео. То есть он отдает дань уважения его опыту, его смелости. И это такой, знаете, момент, когда Аллах даже врагам не дал опорочить этого человека. И вот, правда, он не спасся от языка Кадырова. Кадыров у нас, конечно же, попытался возвести ложь на Хамзата Гилаева, сказав, что его вообще там перепутали с медведем и случайно убили. Но от Кадырова никто не спасся. То же самое и вот с Шамилем Басаевым. Обратите внимание, сколько на него, как на него пытаются там выливать грязь, что только про него не говорят, но везде свидетельства, которые опровергают всю эту ложь. Шаманов пытался, еще тогда, в 2000-м, пытался опорочить этих людей. Помните, когда он говорил, что командиры оказались не только баранами, баранами, но еще и козлами, мол, они впереди всех там, типа, бежали, и поэтому на минах взорвались. Этот недоумок, он даже не понял произошедшего. Вы представляете, он, когда он это говорил, он, может быть, даже и верил в это. Он не подозревал, что то, что, то, о чем он говорит, это такой пример доблести, героизма, смелости, храбрости наших амиров, наших генералов. В то время, как этот генерал российский, вообще пороха не нюхавший, вообще никогда близко к линии фронта не бывавшей и не бывающей, когда-то, может, где-то он там и воевал, я не знаю, Афганистан или что-то, но в Чечне эти генералы, они близко к окопам не находились, они всегда были где-то в тылу, в безопасности. И он не мог себе представить на тот момент, что Шамиль пошел впереди своих муджаидов по минному полю. И не только впереди своих муджаидов, он даже пленных вперед не пустил. И что перед ним шел Лечо Дудаев, который подорвался и погиб, да помилуйте его Всевышняла, погиб. И видя, что погиб Лечо Дудаев, он идет дальше, вперед. То есть, понимаете, амиры идут впереди. Это вообще другой уровень, как бы, это другая вселенная для Шаманова, для подобных ему. Они не могли себе представить, что такое возможно, в принципе. В общем, такие моменты, где пытались их опорочить, но благодаря каким-то свидетельствам, вот видите, например, благодаря этой видеохронике, ложь Кадырова просто в два счета была опровергнута. Шамиль Басаев, и благо есть сегодня немало людей, которые рядом с Шамилем Басаевым сражались, знали его лично, прошли с ним через очень многие бои, видели его и раненым, и в здравии. И, конечно, свидетельств этих людей было бы достаточно, но помимо свидетельства людей, есть еще и видеохроника, которая доказывает лживость этих слов. Субтитры создавал DimaTorzok